Субтитры делал DimaTorzok С момента ее анонса игроков привлекло не только новые особенности игры, но также ее выдающаяся схема защиты. Дело в том, что по заявлению компании Electronic Arts, часть вычислений игры проводится на ее серверах, поэтому для этого необходимо иметь постоянное подключение к интернету. Естественно, не имея подключения, играть даже в одиночную игру вы не смогли. Также на серверах хранились и файлы сохранения. Но эта схема с треском провалилась, потому что в первые дни запуска сервера компании обрушились под мощным потоком игроков, которые все хотели себя испробовать в роли столичного градоначальника. Но вот эта вот череда блэкаутов выявила ложь EA. На самом деле, SimCity работала и без всей сетевой мишуры, которая являлась ничем иным, как крайне изощренной схемой защиты от копирования. Естественно, последовали множественные негативные реакции со стороны как игроков, так и критиков, поскольку та версия игры, которую рецензировали критики, она естественно не имела вот этих вот сетевых проблем. Но через несколько дней после запуска некоторые издания отредактировали свои оценки, поставив игре гораздо более низкий балл. В результате этого скандала Джон Ричетелло ушел со своей должности генерального директора и также члена совета директоров EA. Так мы имеем на руках очередной громкий ДРМ-скандал современности. Неприязнь игроков и критиков понятна, но разве ситуация когда-то различалась? В нашей сегодняшней передаче мы попробуем ответить на этот вопрос. Димао, скажи, какая на твой взгляд была самая гадкая защита от копирования, с которой ты имел дело? Наверное, неожиданный для тебя ответ, что все-таки это система, которая использовалась в ранних RPG, а также в некоторых квестах сиеровских, где требовалось постоянно смотреть в мануал. Например, система параграфов в World of the Rings или в Pool of Radiance других RPG. Ты знаешь, в таком случае можно считать любой авиасимулятор. Мануал в нем был такой защитой. В авиасимуляторе ты все-таки мог сначала изучить управление. Там не было такого, что, например, подходишь к какому-то там моменту, и ты просто не знаешь, что делать, потому что нужно обязательно посмотреть в руководство. В сиеровских квестах или параграфах, которые совершенно неизвестно, что там в них содержится, они требовали постоянно смотреть в мануал. И почему эта защита, она наименее мне нравится, потому что остальные как-то можно взломать, и в конечном итоге для конечного пользователя ты не замечаешь, что она была. Давай все-таки дискуссию, наверное, отложим на потом, а сейчас расскажем слушателям о истории появления защиты от копирования и совершим такой небольшой экскурс в историю. Да, я думаю, это вполне можно сделать. Для этого нам придется переместиться в далекие 70-е годы, когда персональные компьютеры только появлялись как класс. И тогда одна мало кому известная фирма Microsoft, название которой еще писалось через DeFiz, писала разные формы интерпретаторов языка Basic для разных компьютеров, о которых сегодня мало кто вспомнит. Свою первую по-настоящему удачную сделку они совершили в 1975 году с фирмой MITS, где Microsoft Basic, тогда Altair Basic, стал самым популярным языком программирования. Бывый компьютер от MITS, Altair 8080, оказался весьма радушно принят как сообществом энтузиастов, радиолюбителей, ну или компьютерных любителей, так и бизнесом. Дело в том, что большинство компьютеров тогда продавалось в сборном виде, то есть человек покупал набор и должен был потом его по инструкции собрать. А в случае с Altair, человек мог сразу заказать по почте готовый компьютер, что называется Plug and Play. Для популяризации новой машины по стране ездил пиар-автобус, команда которого устраивала демонстрации среди членов компьютерных клубов и другой заинтересованной общественности. Одной из демонстрируемых программ был как раз Altair Basic, написанный Microsoft. В то время для хранения информации еще использовалась перфолента. Перфолента представляет из себя бумажную или в других случаях сделанную немного другого материала ленту, на которой имеются некие дырочки, как в телеграфной ленте. Информация таким образом считалась достаточно медленно, но другого выбора тогда у людей не было. Привод для чтения дискет появится лишь год спустя. Так вот, версия Altair Basic была записана как раз на такую ленту. И в один прекрасный день, перед очередным семинаром, она исчезла. И оказалась в руках обладателя скоростного аппарата набивания вот этих самых перфолентов. На следующем сборище одного местного клуба компьютерных энтузиастов оказалась коробка, содержащая 50 лент с копиями этого самого Basic. И все бы ничего, но через некоторое время проблема стала заметна, поскольку Microsoft должны были получить значительные отчисления с каждой проданной копией своего языка. Но сравнимо с продажами самого компьютера, Basic расходился куда более медленно. Естественно, Microsoft и нам известный Билл Гейтс понял, в чем тут дело. И результатом этого явилось письмо, адресованное хоббистом, в котором Гейтс обвинял тех, кто использует копии его труда в воровстве. Ну, в том, что менее 10% обладателей компьютера Altair купили его копию, а все остальные получили его через какие-то нелегитимные каналы. В сочетании того, что оно было написано довольно-таки в жестких терминах, и также получило поддержку редактора журнала Computer Notes, изданию, посвященному Altair, но получило большую огласку и вызвало резонанс в компьютерной общественности. Доводы, которые предъявляли «за» и «против», мы с вами уже слышали много раз. Противники говорили о том, что людям хочется кушать, что когда они покупают их программное обеспечение, у них просто нет мотивации писать что-то дальше. Ну, а те, кто выступали за свободное копирование, говорили, что программное обеспечение должно стоить либо гораздо дешевле, либо идти вместе с компьютером. Кстати, в то время началось уже нам известное противостояние между Apple и Microsoft. Дело в том, что первый компьютер Apple, Apple один, в своих рекламных компаниях упоминал, что вместе с ним уже идет бейсик, причем бесплатно, что являлось своеобразным уколом в сторону компании Белогеллица. Вот ты говоришь, что два было мнения по поводу того, что люди хотят кушать. На самом деле одно и то же мнение, только с разной стороны. С одной стороны разработчики и издатели, с другой стороны пользователи. Перетягивание денежного каната. Да, по какую сторону баррикад ты находишься, ты, значит, говоришь по поводу того, что вот ты хочешь кушать. А по сути одно и то же, один и тот же аргумент. Да, давай вспомним о том, как в 80-е начался настоящий бум персональных компьютеров. Первые шаги ты только что рассказал. А дальше стали появляться новые компьютеры чуть ли не каждый год. Наверное, каждый год появлялось даже несколько. Вот персональные компьютеры, наверное, стали появляться, начиная с Apple, с Apple I, Apple II. Потом появились Commodore PET, Commodore 64, Commodore VIC-20, The X-Spectrum и многие другие. На самом деле была туча. Да, вот самые известные я перечислил. И надо сказать, что на большинстве из них операционная система, она была все-таки предустановлена. Да, ну вернемся к компьютерам. Компьютеры стали появляться, как грибы, и, соответственно, стали появляться разработчики программ, издатели, и, конечно же, среди них были разработчики игр. Наверное, ни одного компьютера персонального не существует, даже не персонального, который бы не содержал игр. Даже в каких-то там советских институтах, где люди получали компьютерное время на пять минут, все равно они какие-то игры придумывали и делали. Кстати, да, создатель Тетрис Алексей Пажетнов, он написал свою первую версию игры именно для какого-то такого советского компьютера. Вот, и, значит, аргументация о том, что игры воруют, она всегда была. Давай мы сейчас немножко отвлечемся на тему хранения информации на тех компьютерах. Да, дело в том, что у всей этой плеяды появившихся компьютеров в основном было два способа хранения информации. Первый — это был обычный аудиокассет, с которым, наверное, все имели дело. А второй — это был дисковод для считывания гибких дисков. На самом деле некоторые компьютеры имели еще картриджи, но это скорее экзотика. Кстати, картриджи — это очень интересный носитель, потому что он для нерасширяемых систем дает возможность установить какие-то расширения на сам картридж. Поскольку картридж — это ведь печатная плата с какой-то там схематикой, соответственно, там можно напаять какой-нибудь дополнительный чип, как, например, было с NES. Там был установлен на картридж какой-то звуковой чип, который сильно украшал, скажем, звук на этой системе. Да, а у Super Nintendo были игры, у которых был чип, короче, который давал возможность воспроизводить 3D-графику. Естественно, они стоили дороже. Да, ну, естественно, картриджи — это тупиковый вид в развитии. Да, давай все-таки о более известных, более популярных средствах. Аудиокассета могла хранить себе 660 килобайт информации на каждой стране, стоила дешевле дискета. Естественно, купить ее можно было почти везде. Если мы вспомним, то в конце 70-х годов появился плеер Walkman, который очень сильно популяризовал использование компакт-кассет. Но копировать их было не очень удобно, так как это занимало большое время и требовало аккуратности и наличия магнитофона хотя бы на две кассеты. Это не говоря о том, что считывать с них информацию тоже было не очень удобно, потому что это было медленно, и людям приходилось ждать, пока игра загрузится. Естественно, это время не как-то заполняли, ну, допустим, могли там поставить какую-то музычку, заставку или еще что-то, но тем не менее, это был факт. Естественно, как и видеокассета, у компакт-кассеты есть какой-то срок годности, грубо говоря, количество проигрываний. Если не ошибаюсь, у видеокассеты это 50 штук, то в любом случае он подвергался деградации со временем, поэтому изготовление дополнительной копии, мне кажется, было само собой разумеющимся делом. Тем более, что пленка могла ее заживать, она могла порваться, соответственно, приводя ее в нерабочее состояние. Ну, кстати, тогда уже появлялись схемы защиты от копирования, одной из которых является Lens Lock, как раз на играх на кассетах. То есть оно заключалось в том, что при запуске игры на экране изображалось ряд символов, который выглядел как случайные комбинации палочек, наклоненных в разные стороны. Но если их рассматривать через линзу, к игре прилагалась пластиковая линза, под определенным углом, то это сочетание оно преображало в какое-то слово, или просто набор каких-нибудь считаемых символов. Этот надо было ввести с клавиатуры, и тогда, собственно, играть в игру. Да, для каждой игры призма была своя отдельная, и перед ее использованием телевизор иногда надо было настраивать. Также эти призмы не срабатывали на телевизорах с большой диагональю. Таким видом защиты комплектовалась известнейшая игра Elite для The X-Spectrum. Также ряд других игр для The X-Spectrum и еще каких-то других платформ. Да, другим видом хранения информации были дискеты. Дискеты было копировать достаточно просто. Собственно, вставить одну дискету в один слот, вторую дискету в другой слот, набрать команду, это помнится X-копия для DOS, какая-то другая для других систем, и вам создавало идентичную копию носителя. Или просто скопировать на жесткий диск, если таковой имелся. Естественно, это было гораздо проще, чем копировать перфоленты, аудиокассеты, и в компьютерных клубах и других сообществ часто кто-то один платил за игру или программу, а все остальные просто пользовались копиями. Естественно, поскольку это был цифровой носитель, то копии были один к одной, они не теряли никаких данных, соответственно, не было людей стремления покупать новую копию каждый раз. Ну и ответ со стороны издателей и разработчиков последовал в самых разных формах. Чаще всего сводившись к тому, что дискету было нельзя скопировать. На самом деле, одна из самых первых игр для IBM PC, Microsoft Adventure, она шла в комплекте с компьютером IBM PC. Она была защищена от копирования, и на дискете записывались ошибочные сектора. Внедрение вот этих вот ошибок на дискету делало ее очень трудной для копирования. То есть, если просто это делалось из операционной системы, то человеку просто показывалось, что при копировании произошла ошибка. Ну или ничего не показывалось. Скопировать такую дискету можно было только с помощью специальных программ, которых, естественно, в то время еще не было. Естественно, это очень осложняло изготовление копий программы, ну хотя бы даже для легитимного использования, потому что дискеты тоже не самый надежный способ хранения информации. Но надо сказать, что издатели еще более извращались. Был, например, внедрен особый алгоритм считывания данных, когда данные считывались и записывались по спирали, а не просто по концентрическим окружностям как-то делается обычно. Соответственно, попытка скопирования дискета обычным образом, она приводила к тому, что у вас оказывался мусор. Ну, здесь можно, кстати, параллель с современными схемами защиты провести. То есть, когда кто-нибудь изготавливает какую-нибудь систему защиты, которая настолько идеальна, что ее невозможно взломать, причем она настолько идеальна, что ее не только невозможно взломать, но и половину, не знаю, пользовательской базы не может ей пользоваться, то здесь происходит откат к какой-нибудь менее идеальной схеме, то есть ищется какое-то равновесие между соблюдениями интересов правообладателей и удобством пользователей. Вот одной из таких более коварных методов был метод прожигания на дискете дырки лазерным лучом. То есть прямо на заводе после записи проделалось отверстие, что, собственно, делало невозможным в создании копии 1.1, так как дырки плохо считываются программными способами. А как же игра сама работала? Ну, игра сама работала. Вероятно, в ней была эта информация, что в определенном секторе считывать не надо. Естественно, общественность взвыла под нестерпимым гнетом DRM, а многие компании стали при другой форме защиты, а именно встроенной в сами игры. Хотя вот эта вот схема защиты методом разных ошибок и так далее, она применялась вплоть до самого конца 80-х и была весьма популярна. Естественно, поскольку пользователям было неудобно пользоваться такими программами, дискету надо было всегда держать на готове, а если с ней что-то происходило, то программа переставала работать. Естественно, поэтому изначально было два способа. Либо точно копировать дискету, это изначально было сделать невозможно до появления специальных программ, либо каким-то образом обходить систему защиты от копирования, то есть по-другому взламывать ее. Надо сказать, что впервые сцена появилась на Commodore 64, крекерская, и она была обусловлена как раз тем, что стали люди переходить на дискеты. Когда начали уже делаться защиты, стали появляться специальные люди, которым было интересно вот копаться и перехитрить программиста, который придумывал эту защиту. Кроме того, они пытались программировать свои собственные программки, такие заставочки, которые появлялись вначале. Как подпись. Да, первые начали просто писать свое имя и какую-нибудь картинку. Но дальше постепенно они стали эволюционировать, развиваться, и из них появилась демосцена. То есть уже отдельно от всяких игр, просто программа, которая показывает графику, музыку, видео, эффекты. А началось все с крекерской сцены на Commodore 64. Надо сказать, что деятельность этих крекеров, она настолько сильно развивалась, и такой уровень был, что начали появляться в продаже специальные картриджи, так называемые фризеры, которые использовались именно для взлома игр. И неудивительно, что издатели взвыли и начали придумывать все более серьезные методы защиты, включая в том числе и судебные иски, полицейские рейды на группы, которые наиболее активно занимались взломом и распространением игр. Я думаю, что до этого прошло, наверное, немало лет, пока они начались. Ну, уже в 80-е они были. В то время люди либо через BBS выкладывали релизы, либо посылали друг другу по настоящей почте посылочки с дискетами. Иногда для экономии вынимали магнитные диски, которые внутри мягкие. Их с топочкой складывали и отсылали в конверте. А человек уже получал и дискетки свои вставлял. То есть это большая была работа. переписывал. Ну, вот только так могли делиться. Но это как бы мы немного отклоняемся. Насчет защиты именно, защиты издателями своих игр, можно немножко отвлечься в другую сторону, что судебные дела, они в разное время в большом количестве возникали, в особенности в Америке. это вот операция FastLink засудили более ста человек из группы Fairlight. Ну, столь человек, это уже средний бизнес, считай. Это был большой бизнес, это была очень большая, самая большая компания. Бизнес? А у них реально был бизнес? Они имели с этого деньги? Я думаю, что имели. Они, наверное, продавали. Зачем? У них, наверное, все по идеологическим соображениям. Не знаю. Более ранние дела, они включают в себя такие, если вернуться в 80-е, в Германии, в Западной Германии, очень активно развились крекеры на Комодоре 64 и Амиге. И там был такой юрист фон Гравенрео, который защищал права иностранных издателей, которые недополучали прибыль. И он всякими методами, например, печатая в газетах объявления о продаже взломанных игр, либо рассылая письма под вымышленными женскими именами наиболее активным крекерам, он пытался кого-нибудь засудить. Но в конце концов германское правительство неожиданно приняло сторону именно взломщиков. От некоторых законов они отказались в пользу того, чтобы не судить собственных граждан. Наверное, они просто сами копировали, поэтому пытались избежать с преследованием. Но это скорее исключение, потому что в дальнейшем наоборот будет появляться гораздо большее количество защитников подобных мер. Тут на самом деле надо разделять с точки зрения законодательства две совершенно разных темы. Одна тема это распространение игр незаконные, а вторая тема это взлом. И если во времена немцев, о которых я только что рассказывал, решила именно о взломе, то у нас в стране более известны именно дела против распространителей. Все мы помним про Торренсеру, все мы помним про Митинский рынок, про разные другие рынки, которые распространяли пиратские игры. Распространяли почти все. Да, но в конце концов эта деятельность все-таки была задавлена благодаря тому, что отечественные издатели где-то к концу 90-х уже прочно встали на ноги, они стали заслуживать всех. И все мы помним дело Фаргуса, когда они пытались как раз наоборот засудить других пиратов. Такие дела, которые велись через суд, они постепенно набрали оборот, стали уже в порядке вещей. Но вот против взломщиков у нас в стране, насколько неизвестно, дел как таковых не было. Были попытки привязать, есть статья в Уголовном кодексе Российской Федерации, но она направлена против вредоносных программ, то есть вирусов. И, насколько я понимаю, там реальный срок можно получить до 4 лет. На самом деле, есть те самые дела против людей, которые обходили систему защиты. Какой пример? Ну, я точно помню, что кого-то, наша любимая фирма 1С, очень любит своих клиентов, поэтому они на обход своей системы от защиты от копирования нелепой, они там какие-то санкции против них делаются. Очень сложно доказать, что ты именно взламывал программу, потому что внесение каких-то изменений в код очень много разных можно сделать, в том числе некоторые антивирусы вносят, программы изменений и так далее. Значит, за использование просто. Что значит использование? Использование нелегально скопированного программного обеспечения или как там? Нет, использование это другое, речь идет о взломе именно. Человек взял программу, убрал оттуда защиту от копирования и дальше уже, ну, неважно. В общем, это на самом деле противозаконное деяние вносить изменения в код, в том числе и перевод, например, сделать. Во многих... У нас на форуме одни уголовники. Да. Готовьте мыло. Вот, ну, эта тема очень обширная, я думаю, что мы не будем на ней заострять внимание. У нас все-таки программные способы защиты, тема нашего выпуска. И здесь у нас две больших группы, группы защиты. Одна вводит какую-то проверку в коде, а вторая это попытка защитить сами ресурсы игры. Да, наиболее частым видом защиты было использование печатного руководства. Это была альтернатива защиты дискет от копирования, потому что такая необходимость была у людей создавать резервные копии. Многие компании решили воспользоваться вот такой альтернативой, чтобы дальше не солить общественности. Ну, выглядело это таким образом. При запуске игры на экран вводилось что-то вроде «Введите третье слово на седьмой строке из четвертого абзаца на восьмой странице». Пользователь начинал шерстить мануал в поисках этого самого слова. Естественно, после нескольких неудачных попыток программа благополучно закрывалась и вам бы пришлось распустить ее заново и начать искать эти новые слова по новой. Конечно, мануалы было можно еще проще копировать, чем перфоленты или кассеты, но для передачи их в цифровом виде надо было их забивать с руки, что было делом долгим и особенно было трудно соблюсти все детали форматирования, потому что мануалы чаще всего были оформлены каким-то там закадычным способом, то есть там было много врезок, каких-то дополнений, фонарей. Еще можно вспомнить разные цветные вариации кодов либо там какие-то совсем символы, картинки там, всякие рожицы могли быть, то есть в печатном виде их вообще никак не передать. Также в некоторых играх были некоторые ответвления, например, часть текста, как уже Димас говорил в начале, могла подаваться как записи в журнале, вам писалось. Вы там встретили такого-то персонажа, поговорили с ним, результат вашей беседы записан в вашем журнале как там номер 45. Персонаж желает вам доброго дня, вы с ним прощаетесь. Вот и все. То есть реально, если играть без мануала, то полезной информации вы можете не получить. То есть игру, конечно, можно пройти методом тыка или еще как, но тем не менее вы остаетесь без такой доброй порции внутриигровой информации. С одной стороны, это могло мотивироваться как техническое ограничение, потому что засунуть такое количество текста в такой маленький экран, в разрешении экрана еще было 320 на 200, особо много текста сюда не засунешь, поскольку его неудобно было прокручивать. С другой стороны, это можно расценивать как более аутентичный ролевой экспириенс, потому что действительно во всех ролевых играх обычно есть кто-то, кто видел журнал. Ну а, возможно, это был просто еще один способ защиты. Также такой способ защиты-защиты, когда блоки с кодами, которые спрашивала вас игра, всячески затемнялись, разукрашивались в разные цвета или так, чтобы их можно было рассмотреть только по специальным цветным фильтрам, который тоже был в комплекте с игрой. Естественно, на черно-белой ксерокопии ничего этого нельзя было разглядеть. Мануал иногда применялся не для того, чтобы пояснить пользователю, как играть в игру, сколько для того, чтобы без него играть было бы уже невозможно. В игре Кодный Майсман, одной малоизвестной адвентюре от Сьерра, мало того, что была такая проверка, без которой нельзя расшифровать закодированные послания и ставки, то есть для этого надо было листать мануал, находить там врезки с кодами, так большей части игры был симулятор подводной лодки в адвентюрном исполнении, который требовал штудирования мануала, так как при наведении курсора на многочисленные приборы, выдавалось только сообщение вроде «Простите руководство, там все написано», а без него этот сегмент проходился лишь в болезнетворном меддонтыках. Одно неловкое движение или промедление каралось одной из многочисленных сцен гибели или проигрыша. Но, честно говоря, даже и книжице в одной руке прохождение подводного сегмента давалось ничуть не лучше. Также в некоторых играх при неправильном вводе кода игра продолжала функционировать, но в нее добавлялись какие-то пакости. То есть играть становилось сложнее или были вообще внесены какие-то непроходимые элементы. Но это обычно все-таки говорит о том, что сам взломщик был не очень грамотный и неправильно взломал игру. Не, ну почему он правильно, он просто не увидел все, видимо, проверки, так как он не играл долго достаточно. Да, но такие игры есть, которые, например, становились совершенно непроходимые, неубиваемые враги там. Что в играх в Визардере, вот этих классических, точнее, ну последних, двух, шестая, седьмая, что в них после взлома защиты у персонажей уменьшалась атака. Играть было гораздо сложнее. Но я не знаю, я не проверял это. Отдельным изощрением были так называемые Code Will, которые состояли из нескольких картонных дисков, вращающихся вокруг одной оси, на которые были нанесены какие-то отметины, иногда отверстия. В игре вас просили перевести, ну, допустим, какое-то слово с эльфийского языка на человеческий. И для этого надо было крутить диски, сопоставляя дырочки с искомыми буквами. Этот процесс уже не требовал растребывания мануала и копировать в текстовом виде было трудоемких занятий, так как на дисках чаще были нарисованы картинки или какие-то абстрактные символы. Это было достаточно распространенным методом защиты в конце 80-х, в начале 90-х. Так, отлично. Теперь я расскажу немного про физическую защиту дискет. С другой стороны, разработчики в конце 80-х уделяли много сил попыткам защитить дискеты от копирования физическим образом. Это могли быть скрытые сектора, могли быть какие-то дырочки в магнитном диске, в гибком диске дискеты и так далее. Вот здесь интересно рассказать о способе, который был очень популярен во времена 5-дюймовых дискет. Это как раз скрытые сектора и очень многие игры остались совершенно неизвестными именно по причине того, что они были защищены таким образом и не распространились, о них никто не узнал, потому что снять копии можно было только в специальных программах, которых тогда не существовало. Например, такие программы это теледиск и имидж-диск. Имидж-диск вообще уже в 2000-х годах появился, но он на самом деле рекомендуется специалистам по копированию таких вот проблематичных 5-дюймовых дискет. Специалист по копированию. Да, ну, по разборке, потому что здесь интересно было бы рассказать про игру Фантазм, которая была найдена нами, вот один из таких примеров игр, которые нигде не существуют в интернете, не выложены, на которых только упоминание есть. Игра Фантазм на IBM PC, она как раз распространялась на 5-дюймовой дискете с таким способом защиты. И если ее скопировать с помощью специальных программ, то в конце полученного образа идет текстовое сообщение от разработчика, который говорит, что ты очень крутой взломщик, и если ты досюда докопался, до этого места, то, значит, нам есть о чем поговорить, давай встретимся и придумаем какую-нибудь новую систему защиты, которая нам принесет кучу денег. Недословно, примерный перевод. И надо сказать, что на то время эта защита была одной из самых крутых, но с приходом 3-дюймовых дискет, она как-то перестала использоваться, и все перешли на защиту с помощью Copy Protection кодов, которая работала не слишком хорошо, но тоже удовлетворительно, пока не было сканеров. Но вскоре на смену дискетам пришли компакт-диски, которые сначала медленно, но потом все более быстро стали завоевывать рынок. Такие вышли игры как Myst, 7-й Гость, разные квесты Сиеры. Пользователи стали покупать эти игры, стали покупать CD-ромы, которые стоили тогда очень дорого, но никакой защиты в этих играх не было. Более того, в некоторых играх, которые выходили на дискетах и на CD, в CD-версии были вырезаны все защиты, и можно было играть совершенно спокойно. Ничего вводить не надо было. Причина здесь в том, что CD-резаки тогда ни у кого в наличии не имелись, и просто скопировать игру невозможно было. А большие диски, жесткие диски тоже тогда не существовали. Обычно это были диски 20-30 мегабайт. Ну это загнул. 20-30 мегабайт это были в 80-е годы. Я помню такие времена, когда на XT-шках на 286 были такие вот. На 286 CD-ром не нужен. Но все равно было мало объема для того, чтобы скопировать весь компакт-диск. Да, мы, кстати, тут забыли сказать про PC-бутер. Да, был еще один физический, ну не способ защиты, но способ распространения игр, это PC-бутер. Игры, которые распространялись на дискете, но требовали, загружались без операционной системы. Чем-то напоминают, кстати, картриджи с ромами. На самом деле игры таким образом распространялись, например, на Амиге практически сплошняком до середины 90-х. Нужно было менять дискеты, нужно было все вот это. Вот на PC это почти обошло стороной, но тем не менее такие игры были. Кстати, я не уверен, что их было проблематично копировать. На самом деле было проблематично копировать, потому что они были как-то отформатированы, чудно. То есть когда ты вставлял дискету в операционной системе и смотрел его содержимое, там могло быть вообще ничего не видно. Но тем не менее, если какой-нибудь программой копия диска... Если она была. Вот, ну давай вернемся к CD-играм. Да. Такая ситуация не могла продолжаться долго, когда не было никакой защиты от копирования, и в конце концов где-то к концу 90-х издателям пришлось таки придумывать какие-то новые средства. Например, это были лазер-лок и сейф-диск. Что я могу сказать? На самом деле защита была, но это была простая, грубо говоря, проверка на диск, то есть вставленный CD-ROM или нет. Там на диске была какая-то метка или там просто по названию лейбла этого диска. Тем не менее, проверка была. Если ты помнишь, то условия для игры какие-то многопользовательские игры, вроде там Duke Nukem 3D или какие-то стратегии вроде Total Annihilation или Age of Empires, там было написано, что для игры, скажем там, в шестером нужно иметь три диска, для игры там в четвером два диска, да? Ну, обычно, насколько я помню, что для сетевой игры все-таки наличие диска не требовалось. Это извращение, когда нужно было четыре диска покупать только для того, чтобы в шестером поиграть. Ну, тем не менее, вот была такая защита. Ну да, появилась вот эти вот самые защиты от копирования, когда появились первые резаки. это, наверное, был год 96-го, я думаю, 95-го. Но у нас в стране гораздо позже. Ну да, но, естественно, они так были медленные, я даже не знаю, сколько там скорости. У меня в 96-го появились только обычные сидеромы. Ну, надо сказать, что и лазер, лок, и сейф-диск, они работали по схожему принципу. Использовали уже знакомую нам по диске там запись секторов с ошибками или запись нечитаемых секторов, которые тоже нельзя было скопировать без специального программного обеспечения. То есть при копировании там просто сидером уходил, как сказать, ну, подвисал и не мог правильно скопировать вот содержимое этого диска. В тот момент уже, мне кажется, была программа Virtual CD, которая позволяла использовать образы дисков, вот, но никакой эмуляции тогда еще не было, которая у нас есть сейчас. Но не прошло несколько лет, кажется, в 2000 году появилась программа Clone CD, которая позволяла полностью копировать, то есть создавать такие победные копии этих дисков. Ну, дело в том, что компакт-диска, как мы знаем, у него объем порядка 700 мегабайт или 650 в более ранних версиях. Но также там есть и, так скажем, субканальные данные, порядка 100 мегабайт отделено на различную информацию для коррекции ошибок. Ну, опять же, мы приходим к скрыванию ресурсов, как и во времена 5-дюймовых дискетов. На самом деле, эти ресурсы, они скрыты во всех дисках, то есть даже в музыкальных они есть, но они недоступны для коррекции. к использованию вот этого места, которое не отведено на самом деле под хранение ресурсов, к использованию защиты. Лечили либо взломом исполняемого файла, либо делали просто точные копии диска, которые срабатывали. На самом деле, существовали более мерзкие системы защиты, например, CD-Cops, которые было очень сложно взломать, но поскольку... Дело в том, что есть такой, как бы сказать, трэш-хопт, то есть некая планка, по достижению которой вот это вот противостояние между легитимными пользователями и правообладателями, оно достигает некого критического момента, когда система защиты становится настолько хорошей, что у значительной части пользовательской базы она просто перестает работать. И в этот момент издатели под натиском, естественно, протестов, они вынуждены откатываться обратно к какой-то менее эффективной схеме, тем не менее, которая не вызывает таких проблем, то есть более-менее соблюдает интересы обеих сторон. То есть такие трения, они были в 80-е годы, с этими вот ненормальными системами защитными, то есть просверливанием дырок, там, не знаю, еще всяким, другими идиотскими способами, так и здесь, с каким-то более тяжелыми способами скопировать диск, вот, но одно из самых известных имен в защите компакт-дисков принадлежит продукту, созданному нашими с вами соотечественниками, это Starforce. Starforce появился в начале 2000-х и достаточно активно использовался одним нашим издателем, желтого цвета. В середине 2000-х он вызвал общее недовольство игроков, поскольку диски иногда не читались на некоторых моделях приводов, приводили к ошибкам в системе, втихаря устанавливали свои драйверы, которые не удалялись с удалением игры, а иногда наличие диска в приводе проверялось прямо во время игры, на этом список не останавливается. Даже проводилась массовая кампания по бойкоту игр, с ним этот сайт жив и все сейчас. Компания привела к тому, что Ubisoft, один из западных издателей, использовавших такую схему, прекратил его использование и потом переключился на другую схему. Но в дальнейшем это не помешало им использовать еще более мерзкие DRM-ы, вроде онлайн-активации, о которой мы чуть попозже расскажем. С приходом в наш компьютерный мир интернета спустя годы издатели поняли, что единственный способ не дать взломать защиту от копирования это не предоставлять доступа к ней целиком. Таким образом, в самом конце 90-х появилась новая схема. Вместе с игрой был серийный код, который проверялся при установке или при первом запуске. А для игры по сети требовалась проверка через удаленный сервер, который нельзя было обойти. Не давал играть по сети. Почему? А не давал играть просто. Это можно было взломать. Были программы генераторы кодов, которые для всех игр были. Но по сети такие коды просто заносились в блэк-лист. Групп мог играть только с ботами. Одной из первых игр, применявших такой алгоритм, было Quake 3 Arena. И говорят, что популярность Unreal Tournament отчасти пошла именно из-за свободной возможности свободно копировать игру. Вот. Но чем дальше, тем больше стало попыток привязать игру к онлайн. Здесь, наверное, уместно рассказать о цифровых способах дистрибуции, когда игра скачивается, работает на вашем компьютере, но проверяется через специальный клиент постоянно то, что она была куплена легитимно. Есть еще разные способы. Например, при отключении от сервера в некоторых играх вы теряли доступ к полученным апгрейдам или другим фичам игры именно в одиночной игре. Иногда вы теряли доступ к самой игре, потому что она просто вылетала с исключением интернета. Но это скорее все-таки исключение, наверное. Но чем дальше, тем таких случаев было больше. Да, причем часто издатели пытаются замаскировать вот эти вот способы защиты тем, что они якобы пытаются привнести в игру какие-то социальные элементы. На самом деле, это глупости, потому что явно пытаются не дать людям скопировать ее. Здесь можно сказать, что вообще вся вот эта социализация и массовый мультиплеер он все-таки навязывается. Ты согласен с этим? То есть это довольно-таки искусственная вещь, которая теперь уже кажется большинству игроков очевидным, и они даже платят деньги за то, чтобы они могли не просто играть в офлайн, а чтобы там еще что-нибудь было. И даже вот на Кикстартере новые игры, которые спонсируются, они открытым текстом говорят, что они будут там можно будет мультиплеер. Нет, то, что они без защиты, это да, но они все равно будут привязываться к серверу, и туда можно будет пустить других людей в твою игру, они там будут что-то делать. Но это какая-то глупость. Даже вот когда Fargo анонсировал свой Wasteland, он сначала там что-то писал по поводу того, что вот другие игроки смогут подключаться и что-то там делать. Но в конце концов, насколько я понимаю, они отказались от этого. Вот так вот видоизменяется сама парадигма, но, наверное, закончить нужно все-таки на веселой ноте, на более положительной. О том, что не все издатели пытались как-то защитить свои игры с помощью каких-то выдумываний защиты, выдумываний каких-то неудобств для игрока. Здесь уместно вспомнить компании вроде Epic Mega Games, Apogee, которые исповедовали ШВ, модель распространения. Здесь совершенно бесплатно на всех PBS, всех FTP-серверах того времени лежали бесплатные ШВ версии. Их можно было скачать, распространять, и даже это только приветствовалось переписывать на дискетах, но они были все-таки ограничены. Как правило, это было ограничение на эпизоды, то есть все мы помним Wolfenstein 3D, который изначально был с одним эпизодом. Если человеку нравилась игра, то он писал по почте в компанию, в конвертик вкладывал денежку, и ему высылалось дискета или дискеты с игрой, с полной игрой. И обычно все-таки игроки не стремились после этого распространять полную версию, так что можно сказать, что это было довольно успешно. Многие такие игры в зарегистрированной версии до сих пор найти тяжело. Так, уважаемые господа, как вы убедились из нашего рассказа, ситуация защиты игр была примерно одной и той же на протяжении последних 30 лет. То есть издатели постоянно пытаются совершенствовать систему защиты для того, чтобы их игры не скопировали, пользователи особо активны, пользователи. Пытаются как-то обойти эту систему защитой. В результате и те и другие натыкаются на какую-то каменную стену, вынуждены возвращаться обратно. Сейчас это у нас онлайн-активация, 20 лет назад это были какие-то схемы защиты копирования на дискетах. Важно найти какую-то схему, которая будет удобна и нам, и вам. сейчас стал достаточно распространенным принципом, при котором игра вообще никак не защищается. То есть она распространяется как DRM-free. Ну, я думаю, что вывод такой, что на самом деле никаких выводов для себя издатели не сделали и продолжают натыкаться на те же грабли, во-первых, а во-вторых, полная неразбериха. То есть кто там защищает свои игры, кто не защищает, кто-то делает одним способом, кто-то другим. Но в итоге пользователю часто это доставляет одни неудобства. Причем легитимному пользователю, а не тому, кто скачал игру Spiral Bay. Да, но на этой позитивной ноте мы попрощаемся с вами. В эфире был Virgil и Димас. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова